В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Куда исчезли миллионы? В суде Ленинского района Самары подходят к завершению слушания скандального уголовного дела. Его главные фигуранты – бизнесмены-братья Андрей и Алексей Зуевы и директор театра «Лайт» Михаил Ушаков. Их обвиняют в мошенничестве. На очередном заседании подсудимый обратились к суду с последним словом. Тесный зал судебных заседаний еле вмещает в себя всех желающих послушать последнее слово подсудимых. Их родственники не в силах скрыть эмоции. Развязка близка. Михаил Ушаков, директор театра «Лайт» многословен, но тайны так и не раскрывает. Куда пропали 106 миллионов рублей – по-прежнему загадка. Даже для следователей. Одно, уверен гособвинитель, известно точно. Три года назад подсудимые получили эти деньги от компании «Роснефть» в качестве спонсорской помощи театру «Лайт». Но позже миллионы оказались на счетах совсем другой фирмы. Как считают силовики, однодневки. Через нее они и были обналичены. Были установлены все обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Много было дополнительных материалов запрошено, изучено и представлено в том числе и суду. Было сделано все возможное для того, чтобы представить доказательства их вины. Я считаю, что их вина полностью доказана. У подсудимых на этот счет своя точка зрения. Я никаким образом не причастен к перечислению этих денежных средств и не был в этом заинтересован. Я не получил ни одной копейки из этой суммы. По решению суда оглашение приговора назначено на 23 сентября. Обвинение настаивает на реальном лишении свободу сроком по 7 лет каждому из трех подсудимых. Андрей и Алексей Зуевы, как и Михаил Ушаков, по-прежнему остаются под домашним арестом. Под особым контролем правоохранителей расследования преступления в Сызране, где в одном из супермаркетов средь бела дня 34-летний мужчина избил пенсионерку. Эти кадры сняты камерой видеонаблюдения, установленной в торговом зале. На записи видно, как на кассе за покупки расплачивается молодой человек. В какой-то момент без каких-либо причин он разворачивается и наносит удар в лицо рядом стоящей женщине, после чего скрывается. После опроса свидетелей удалось установить его личность. Он является постоянным клиентом магазина и проживает неподалеку. Задержать его удалось спустя несколько дней. Данное происшествие меня как гражданина возмутило, потому как ощущение этого преступления, это все равно, что ударили твою собственную мать. И несомненно за это наступят последствия. Убежден в течение трех недель это дело будет направлено в суд. По данным полиции, задержанный мужчина увлекается единоборствами. Раньше проблем с законом у него не было. Тех, кто, возможно, пострадал от действий этого человека, полиция просит обращаться по телефону, номер которого вы видите на экране. Один человек погиб, двое пострадали в результате мощного взрыва на химическом заводе Тольятти-Каучук. ЧП произошло рано утром. По данным спасателей, взрыв прогремел в здании операторной одного из цехов. Строение частично обрушилось, после чего начался сильный пожар. Его площадь составила около 80 квадратных метров. На место ЧП выехали спасатели. Когда огонь был потушен, под завалами из-под груды кирпича и бетона извлекли тело 37-летнего сотрудника предприятия. Он погиб при взрыве. Сейчас решается вопрос о выплате его родственникам компенсации. Основные технологические установки предприятия не пострадали. Ущерба окружающей среде нет. Причины происшествия расследует специально созданная комиссия. Работа предприятия временно приостановлена. Хотели подзаработать на чужом здоровье, вместо этого пойдут под суд. Почти 4 килограмма синтетического наркотика изъяли полицейские в Куйбышевском районе Самары. Также были задержаны и двое мужчин, торговавшие опасным зельем. Они, по версии следствия, и организовали преступный бизнес. Один из подозреваемых уже был судим за торговлю наркотиками. Второй провел за решеткой несколько лет за разбой. Теперь им снова грозит тюремный срок. По подозрению в совершении данного преступления задержаны два лица, жители Куйбышевского района. Оба ранее судимы, являются родственниками, близкими, являются родными братьями. Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Большую опасность для жизни и здоровья представляют и некачественные спиртные напитки. Более 8 тонн контрафактного алкоголя, который выдавали за брендовую продукцию, изъяли полицейские. Подпольный цех работал в частном секторе Самары на улице Черемшанская. Оперативники нашли более 100 пластиковых бутылок объемом по 5 литров. Арестовано несколько человек, в том числе и предполагаемый организатор незаконного бизнеса. 20-летний житель Самары. На него еще в августе этого года было заведено уголовное дело за хранение и торговлю некачественным алкоголем. В течение этого года данные лица попадают в поле зрения правоохранительных органов уже третий раз за совершение аналогичных преступлений. В настоящее время экспертно-криминалистическим центром главного управления проводятся исследования изъятой продукции. В регионе продолжается масштабный розыск лиц, причастных к совершению преступлений. Такое распоряжение отдал начальник областного главка МВД Сергей Солодовников. На этот раз проверка, в которой участвовали более сотни полицейских, в том числе бойцы СОБРа и ОМОН, прошла в Кенельском районе. Искали не зря. Арестовано два человека, которые были объявлены в федеральный розыск за разбой. Кроме того, в двух частных домах нашли запасы наркотиков, несколько десятков граммов и арсенал боеприпасов. В результате проведенных досмотровых и обысковых мероприятий сотрудниками уголовного розыска дополнительно изъято боеприпасы к огнестрельному оружию, патроны, взрывчатое вещество, порох, устройство и инициирование подрыва. Выясняется, для чего человек это хранил. Впоследствии этому будет дана правовая оценка. Дорога домой ожидает 26 нелегальных мигрантов из Китая. Их задержали сотрудники областного управления ФМС в Алексеевском районе, где те работали в теплицах, выращивали овощи. На территории России они находились незаконно. В итоге суд постановил отправить нелегалов на родину. Туда им придется ехать за свой счет. Наказание ждет и бизнесменов, которые незаконно использовали иностранную рабочую силу. Будет установлен собственник данного земельного участка, работодатель иностранных граждан, которому в последующем сотрудники уже других служб будут предъявлять исковые заявления о возмещении расходов, связанных с выдворением иностранных граждан. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok